Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На озере Ван был введен запрет на охоту на сельдь. И да, цивилизованный мир несет ответственность за сохранение армянской культуры. Защитник прав человека Арцах обратился в международные организации. На Площади Свободы в Тбилиси прошла выставка картин геноцид против армян. Правительство Польши передало переселенцам из Арцаха три тонны гуманитарной помощи. Независимая газета «Визит Лукашенко в Баку» стал ударом для Армении и может привести к опострению отношений с Ереваном. Серия фотографий об Арцахской войне получила золотую награду World Press Photo 2021. Армянские студенты создадут автоматизированный агрогородок. Международная онлайн-конференция по арминоведению археологии, посвященная столетию профессора Акопа Папазяна. Запрет на лов сельди, который обитает только в озере Ван, был введен во всем водном пространстве озера Ван Западной Армении, период размножения которой с 15 апреля по 15 июля. Рыболовные суда простоят на якоре в портах 90 суток. Косяк переплывает на три месяца в пресную воду, где те окладывают яйца. Ванская сельдь, которая плывет против течения воды, перелетает препятствия, создает неповторимый образ своей жизни. Власти будут следить за пресной водой, чтобы максимально предотвратить браконьерство. Напомним, что до недавнего времени сельдь считалась единственным видом рыб в озере Ван, но недавно был обнаружен новый вид. 15 апреля по случаю Всемирного дня культуры защитник прав человека Республики Арцах Герам Степанян из монастыря Амарас направил международному сообществу послание, в котором, в частности, говорится «Сегодня Всемирный день культуры, и сейчас я стою рядом с одним из самых важных памятников армянской культуры в Арцахе – монастырем Амарас, история которого восходит к IV веку н.э. Амарас – один из тысяч памятников, свидетельствующих о многовековом существовании армян в Арцахе». Война, спровоцированная Азербайджаном против народа Арцаха в сентябре 2020 года, и ее последствия поставили армянские культурные ценности региона под угрозу исчезновения. «Мы смогли спасти Амарас, однако тысячи памятников остались вне нашего контроля. А теперь мы являемся свидетелями варварского обращения азербайджанцев с памятниками нашей культуры. Они оскверняют и разрушают армянские церкви, хачкары, памятники, кладбища и святилища». Гааксая Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта подчеркивает, что ущерб культурным ценностям любой нации в равной степени распространяется на все человечество. И да, цивилизованный мир несет ответственность за сохранение армянской культуры. К сожалению, на сегодняшний день никаких шагов в этом направлении сделано не было из-за искусственных препятствий, созданных Азербайджаном. В этот важный день, посвященный сохранению культуры, с этого святого места я хотел бы еще раз обратиться к международному сообществу, ко всем заинтересованным организациям и отдельным лицам, которые борются за сохранение культурных ценностей. Не оставайтесь равнодушными к преступлениям, совершенным против армянской культуры. Считайте это сообщение призвым к преодолению любых политических препятствий, которые мешают принятию четких шагов по защите культурных прав народа Арцаха. Действуйте, чтобы спасти многовековую армянскую культуру, которая принадлежит не только армянам, но и всему человечеству. Полная версия статьи доступна на сайте aravot.am. На Площади Свободы в Тбилиси прошла выставка картин «Геноцид против армян». На выставке представлены картины о геноциде против армян, погромах Баку и Сумгаити, а также памятники армянской культуры, ставшие жертвами азербайджанского вандализма в Арцахе и на Хичеване. Выставка организована общественной организацией «Армянская община Грузии». 15 апреля польское правительство отправило в Армению три тонны гуманитарной помощи, которая будет предоставлена вынужденным переселенцам из Арцаха, обосновавшимся в Армении. Как сообщает Армен Пресс, об этом в беседе с журналистами в аэропорту Зварнот заявила первый заместитель министра труда и социальных вопросов Татевик Степанян. «Министерство труда и социальных дел координирует процесс обеспечения жителей Арцаха жильем со времен Арцахской войны. И у нас до сих пор около тысячи жителей Арцаха живут в государственных приютах. Польское правительство предоставило гуманитарную помощь, в основном аптечки, дезинфицирующие средства и так далее, которые будут немедленно разданы гражданам», сказала Степанян. Визит Лукашенко в Баку стал ударом для Армении и может привести к обострению отношений с Ереваном. Местные наблюдатели отметили, что Беларусь, союзник Армении по ОДКБ, поддерживает Азербайджан в конфликте между Баку и Ереваном, сообщает независимая газета. Он выразил надежду, что Армения и Азербайджан перевернут страницу и будут жить в мире. Эту встречу можно считать недружественным поступком для Армении. И визит, и возможная продажа оружия, и поздравления являются болезненной для Армении. И могут обострить отношения с этой страной, заявил политолог независимой газеты Валерий Карбелевич. Комментируя возможную цель визита Лукашенко, эксперты говорят о его планах попросить денег. В 2010 году Алиев уже помог Лукашенко, выделив ему 200 миллионов долларов на закрытие счетов в Газпроме. Не исключено, что может быть обсужден вопрос о поставках оружия. Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo уже третий раз. В 2017 году его серия фотографий «Черные дни Украины» о трагических событиях лета 2014 года на Донбассе завоевала золото в категории «Долгосрочные проекты». Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте, подполе, рассказывающей о мирных жителях Донбасса, людях, живущих в тени войны, по словам автора, сочетает фото, видео и записи и завоевала серебро в 2018 году в категории «История в цифровом формате». Краткий формат, сообщает РИА Новости. Завоевавшая в этом году золото фотоистория «Потерянный рай» была снята в ходе вооруженного конфликта в Арцахе в сентябре-ноябре 2020 года. В рамках совместного проекта лаборатории Тумо и Национального аграрного университета Армении после успешного завершения разработки автоматизированной системы полива растений был запущен новый более крупный проект. На этот раз студенты создадут автоматизированный агрогородок, который снова будет основан на языке программирования Ардуино. По словам организаторов, студенты, которые добились лучших результатов на уже начавшихся трехмесячных курсах, получат возможность участвовать в основном проекте. Матенадоран имени Месропа Маштоца приглашает к участию в Международной онлайн-конференции по арминоведению и археологии, посвященной столетию известного арминоведа и археолога-профессора Акопа Папазяна, которая состоится 1-2 июля 2021 года на платформе Zoom. На доклады будет отведено 20 минут, на вопросы 5. Темы конференции. Армения, Кавказ и Ближний Восток, Средние века. История, филология, источника ведения, культура, политика и экономические отношения. Рабочие языки конференции, армянский, английский и русский. Просим участников, которые уже подали заявку и еще не подтвердили свое участие в онлайн-конференции, подтвердить. Новые заявки также необходимо отправить по указанному ниже адресу электронной почты до 10 мая. А основные тезисы статей на армянском и английском языках до одной компьютерной страницы на 1800 знаков на армянском языке шрифтом Unicode до 31 мая. Далее для вас ансамбль «Нубар» «Сирятир у Чараринц». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западной Армении». А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.